Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня вот у нас запись Светланы и Валентиновны. И вот почему. Во-первых, накопились вопросы. Во-вторых, я очень попросил рассказать еще о историях, таких показательных из огромного опыта, который у нашей гости есть. Речь идет о таких изделиях, содержащих в себе микросферы, которые обладают одним интересным эффектом, вернее, даже, скорее всего, тремя. Повторять сейчас не будем. И скажу лишь, что это старая медицинская, еще советская разработка. Применялась она в ожоговых центрах для очень тяжело больных людей, которые получили большой процент степени ожога тела. И вот там выявили случайным образом дополнительные эффекты, которые оказывают эти технологии, эти изделия, соответственно, на человека положительные. Дорогие друзья, вот эту маленькую вставочку, которую я сейчас пишу в данное видео, я записываю после того, как мы закончили интервью со Светланой. Просто я хочу вам несколько важных моментов сказать. Кому-то сейчас покажется, когда вы посмотрите, по крайней мере, начнете смотреть это видео, что это какая-то неправдоподобица, ложь, обман и так далее. Я вам вот что хочу сказать. Во-первых, изначально у меня тоже закрадывалось после первого видео такие, ну, скажем, сомнения. Я изучил подробно, во-первых, и этого человека, и скажу, что то, что через что она в жизни прошла, ну, вы кое-какие вещи увидите, там, ну, я имею в виду болезни, серьезные и так далее. И ее главное отношение к жизни, ее вера в то, что любое слово имеет последствия, ну, кармические, если хотите, и так далее, она свято в это верит. Я вас уверяю, что она честный и порядочный человек, и все, что она говорит, это правда. Некоторые вещи, о которых она будет говорить, ну, в это сложно, что называется, поверить. В любом случае, я хочу вам что сказать. Как бы там что ни было. Во-первых, я тоже сейчас начинаю пользоваться этими изделиями. Я подарил своим всем, ну, родственникам, жены своим эти изделия. Многие. Подушку, там, универсальную повязку и так далее. Очень важно вот что учесть. Естественно, медицинские рекомендации я рекомендую соблюдать. Это все совместимо, разумеется, и параллельно выполнять верно. Пока необходимости в медицинских назначениях существуют, конечно. Естественно, питание правильное никто не отменял. Кстати, об этом потом Светлана о питании. Кое-что интересное скажет, как изменились потребности организма. Как она, кстати, перешла сама на вегетарианство, когда, так сказать, начала пользоваться этими подушками. Сама того не думая, и для нее это было шоком. Она, кстати, там, интересно, это психологически обосновывает, и даже, я бы сказал, так вот энергетически. Но вот витамины важные, натуральные, естественные, природные, органические, минералы, вот эти биодобавки из природного сырья, ну, такие, как спирулина, хлорелла, фокус, это все очень важно. Не воспринимайте что-то одно, как панацею. Поймите, что панацея, если так говорить, или можно сказать, так ее нет, или, можно сказать по-другому, она есть. Но если мы говорим, подразумеваем под ней системный комплексный подход, когда мы учитываем все факторы, насколько мы можем их учесть, вот тогда это действительно результативность близкая к 100%. Можно представить, что если такие результаты есть, вот применяя только, скажем, ну, или практически только одни вот эти изделия, вот эти технологии с микросферами, то что же будет? Только можно представить, когда человек начнет применять все правильные меры, или, по крайней мере, большую из них часть в комплексе совместно. Ну, это понятно. Огромное количество отзывов пришло мне, вот, от тех людей, кто уже пользовался этими изделиями. Очень много положительных отзывов. Ну, что ж, дорогие друзья, это было мое маленькое такое вступление, записанное после уже записи данной беседы. А теперь наслаждайтесь, смотрите. Я вас очень прошу, смотрите целиком, полностью. Очень важные вещи там и в середине, и в конце очень важные. Поверьте мне, посмотрите до конца и пересылайте своим знакомым, близким, друзьям. Да, ну и самое главное, что называется, как всегда, то забыл бы и забыл в самом видео сказать. Все эти изделия, вот, начиная от универсальных повязок, повязок, вот, у кого варикоз на ноги, вот эти тапочки, вот эти шлемы, повязки на голову и так далее. Все это вы можете приобрести у нас именно непосредственно от этого лучшего производителя, вот, как раз от того, чьи, в основном, эффекты и наблюдались вот эти, о которых рассказывает Светлана Валентиновна. Вся эта продукция, подлинная, натуральная, с официального производства, есть на нашем сайте nadgar.ru. Мы отправляем, естественно, все наши продукты, товары, эти изделия, приборы в любые города России и любые страны мира. Заказывайте через наш сайт, есть там такой раздел доставка и оплата, но можете просто смело заказывать. В любом случае с вами потом, после оформления заказа вами, свяжется с вами наш менеджер и уже вопрос техники только остального. Ну вот, собственно, и все. Приятного вам просмотра. Было три вида отзывов под прошлым видео. Во-первых, люди писали о том, что это, конечно, что-то удивительное, это прям фантастика, но да, будем пробовать, будем заказывать. И многие заказали эти позиции, купили. Вторая категория людей писала вот о чем. Говорили, что мы уже покупали такие изделия ранее, действительно, есть вот такие-таки лечебные эффекты. И третья категория людей писала о том, что были вот истории, мол, не все так чисто, вот есть проблемы, там присылали видео, где одна женщина, так сказать, рассказывала или сюжеты с различных телеканалов. На это скажу следующее. Я, если можно так выразиться, провел свое расследование, то есть получил огромное количество информации и ответа на все эти, вот скажем так, претензии, либо вот вопросы людей. И есть под этим видео будет, вот даже которое вы сейчас смотрите, такая папочка на все эти нюансы, которые вы, если захотите, можете посмотреть, поковыряться в этом грязном белье. А теперь давайте перейдем к сути. Ведь не просто так я решил сделать и вот попросил выступить второй раз Светлану Валентиновну. Я прошу вас добрый день, во-первых. Да. И попрошу вас прям вот, чтобы мое предисловие не затянулось, рассказать зрителям нашим вот об этих изделиях, что-то интересное на практике. То есть вот то, что вы в своей жизни на примере тем, кому вы советовали, в прошлый раз вы говорили о родственниках в основном. Расскажите сегодня еще какие-то истории, давайте там экстром, так сказать, как пойдет у нас, вот так и будет. Я думаю, это людям будет очень интересно. Да. Я думаю, тоже. Самая потрясающая история, о ней я прямо начну, это одна из последних историй. Потому что представьте себе, если у меня свыше 10 тысяч покупателей и сколько у меня историй, то есть людей, которые приходят. И если я объездила там всю Украину, Казахстан, Белоруссию, Россию, Сибирь была, и Новосибирске, и Кемерово, и где только я не была. Если только Дальний Восток не затронула. То есть сколько этих историй у меня. Но вот одна из последних, то есть буквально она произошла вот до пандемии, вот год, история была такова. Поскольку я делаю процедуры, то на эти процедуры приходят в основном пожилые люди, да, и очень часто тяжелобольные. И я была расстроена, потому что, ну, приходит тяжелобольной человек, чем я ему могу помочь, ну, например, Паркинсон, да, приходит, весь дрожит, красное лицо, чувствует себя ужасно. Вот я говорю, ну, вы знаете, а я делала бесплатно 5 процедур, полтора месяца, значит, начиная 15 минут первый сеанс, потому что слишком мощное очищение. Я уже это знала за все эти годы, и некоторые боятся обострения очень сильных, поэтому лучше начинать с небольшой процедурки, чтобы как бы организм стронуть с места. Вот, всего лишь 15 минут. И делаю диагностику до, после. Вот я говорю, этому Сергею его зовут, я говорю, Сергей, я не знаю, чем я вам могу помочь, но все равно я делаю бесплатно эти процедуры, давайте я сделаю. Ну, как говорится, что будет, хуже вам не будет, это я вам точно говорю. Но я с таким заболеванием ни разу за эти годы не встречалась. Вот, и он прошел эту процедуру 15 минут, диагностика показала, я говорю, легкое-легкое такое улучшение, приходит он через неделю, еще чуть-чуть улучшение, приходит еще через неделю, еще чуть-чуть улучшение, но он по-прежнему как бы тремор у него, по-прежнему все, внешние признаки те же самые. И представьте себе, еще через неделю, это четвертая неделя, я второй сеанс делаю 30 минут, потом делаю 45 минут, он, видно, что-то уже чувствовал, и он сказал, а можно мне купить, ну, подушечку там, он купил домой подушечку. И приходит на четвертый сеанс, и вы знаете, открывает дверь красивый мужчина, никакого тремора, белое лицо. Я говорю, Сережа, это ты? Он говорит, да. Я говорю, а что с тобой? Он говорит, все, у меня закончилось, все. Мы с ним делаем еще два сеанса часовых, а у него денег очень мало, и он поэтому такой короткий матрасик купил, метр на 50, купил тапочки, вот, и все, собственно, он больше ничего не купил. И мы с ним распрощались, но его привела ко мне, ну, женщина, которая у меня покупала, тоже она жалела, и он такой хороший, добрый по характеру, такой мягкий, хотя работает, точит ножи на мясокомбинате. Понимаете, какая ужасная работа. Только за это Всевышний бы наказал. Ну, так вот, и он говорит, Светлана, так у меня вот эти неприятности были с детства, я падал ни с того ни с себя, ну, типа падучая такая, да, у него была. Я говорю, знаешь, у тебя, скорее всего, травма позвоночника была при родах, вот, скорее всего, атланты или что-то у тебя повреждено, и от этого у тебя было. А уже с возрастом это накопилось, ему где-то под 60 уже было, и говорю, тебе уже Паркинсон поставили, ну, понятно, что это последствия уже всего накопленного за жизнь. Так вот, представьте, если у человека были такие проблемы с детства, с рождения, да, которые, накопившись, вот, всю жизнь, выдали ему Паркинсон. Вот, и у него это прошло. Потом, представьте себе, он мне звонит, ну, где-то через полгода или год, а соседка его по даче говорит, которая привела, что он хорошо себя чувствует, Света, всё хорошо. А тут он мне звонит, это явный признак опять того, что происходит духовный рост. Я только его попросила, говорю, ты, пожалуйста, только не ешь хотя бы мясо минимум, потому что и так ножи точишь. Вот, и говорю, не пей, то есть, если ты выпиваешь, он говорит, ну, выпиваю. Я говорю, постарайся не выпивать, а всё остальное, ты человек добрый, хороший, живи, как это. Так вот, он мне звонит через год и говорит, Света, слушай, ну, мне что-то нужно, ещё какой-то твой совет, вот ещё что-то в жизни. Я говорю, слушай, я тебе могу гимнастику тибетских монахов показать, приезжай. Ты начнёшь каждый день её делать, у тебя эндокринная система, будет крепче мышцы, там, и так далее, и тому подобное. Короче, он стал мне позванивать за ростом, понимаете? У человека появилось желание не пить от безысходности, а что-то такое делать. Ну, представьте, образования высшего нет у человека, да, там, ножи точит. И вот такой эффект. Вы говорили, через полгода он потом позвонил или через год? Ну, где-то через полгода или год, не помню точно, не буду врать, но где-то год, может быть, даже. Вот, потому что меня удивил вот такой потрясающий эффект, что скажи мне что-нибудь ещё дай, дай, пожалуйста, чтобы мне что-то делать ещё с телом, чтобы вот ещё лучше себя чувствовать. Да, это изумительно. Знаете, тут давайте напомним нашим зрителям такой момент, что вот наша героиня сегодняшняя, Светлана Валентиновна, она, во-первых, скажите, сколько вам лет? 51, ой, 71, 1 мая будет. Не зря, наверное, ошиблась. Да, может быть, может быть, не зря. Значит, и вот, буквально совсем кратко, я вас попрошу, потому что не все видео прошлые смотрели, наверняка новые зрители будут это видео тоже смотреть, какой-то процент. Скажите, напомните, какие, только прям кратко, у вас были лично проблемы, что вы не понаслышке, не просто там вот занимаетесь в том числе распространением данной продукции, но вы вылечили свои заболевания или, скажем так, удержали какие-то в дальнейшем у вас серьёзные были проблемы? Потом кратко про вашего мужа и вот родственника, вот с чего всё началось, только буквально кратко. Да, хорошо, я поняла. Значит, у меня первое, гипотириоз, я теперь не пью ничего, второе, катаракта, которой я хожу раз в два года, она у меня стоит на месте, остеопороз, 36% поражения кости, потом поджелудочная железа, затем был гастрит всю жизнь, закончилась перстеневидным раком, Это скоротечная форма рака, самая опасная. Люди живут полгода максимум, с трудом доживают там, если чем-то занимаются, вот, болели суставы, особенно плечо, колени, голеностоп, постоянный вывих такой был, вот. В ноге у меня в суставе пальцев была такая острая боль много лет, в общем, лет 30, наверное, что я зимой должна была вытащить ногу из сапога, когда шла пешком долго, чтобы вправить эти пальцы, потому что боль аж в сердце заходилась. Вот. Ну, постоянный кариес, который у меня, кстати, закончился. Вот. То есть я каждый год что-нибудь должна была, какую-то дырочку заделать. Давайте подчеркнем, а то люди скажут, что, так сказать, вот чудо, кариес прошел, глупость и обман. Вы имеете в виду, что у вас нового кариеса не появляется? Я взрывалась, да. 15 лет ни одной точечки, ни одной. Скажите, а что из этих, да, у вас ведь была операция, ну, по онкологии, расскажите. По онкологии была операция, потому что я уже пользовалась микросферами, ну, где-то года, наверное, два, одной подушкой только, одной подушкой, но находилась в тяжелейшей стрессовой ситуации. И вот эта ситуация вызвала что? Что я однажды упала в обморок. Вот. То есть у меня началось кровотечение. И спасло меня то, что я подушку положила на живот. Как? Я вызвала скорую помощь, а приехали пьяные. Все трое мужиков, все пьяные. И я говорю, что я не могу поднять голову, я ползала по полу, значит, на спине, чтобы, потому что падала в обморок, не могла понять от чего. А они говорят, у вас остеохондроз. Вот завтра дочку там позовите, пусть вас в поликлинику отвезет. Когда они ушли, я заснула, положив подушку на живот. Понимаете? То есть если не было микросфер, они мгновенно заживляют, то есть регенерация. Если у вас порез или ожог, или гематома, вы положите, гематома проходит через час, порез закрывается, прямо прирастает кусок тела. Вот. Поэтому я положила на живот, и благодаря этому у меня, ну, остановилось кровотечение. И я дожила до утра. Но когда утром я поднялась, я опять упала в обморок. И тогда я вызвала вторую скорую помощь. И вторая уже скорая помощь, я сказала, что у меня каут черный. Они говорят, о боже! В общем, они тут же поняли, в чем дело, и меня увезли на носилках. Вот. Ну и, короче, а там уже сказали, что форма очень плохая, когда я там лежала, сделали анализ, что нужно удалять все. Мало того, начались метастазы уже по лимфатическим узлам и удалили лимфатические узлы. Вот. Но микросферы были со мной в реанимации. Семь дней я лежала в реанимации. Это ад, я вам должна сказать. И если бы не было микросфер, хотя там я в ЦКБ лежала, и там специальная аппаратура такая есть, которая кровь разгоняет, в общем, какую-то там льют жидкость. Мне это ничего не помогало. Было ужасно психологически невыносимо. Вот. Потому что сесть, встать, в общем, короче, это что-то ужасное. Я тут же просила, чтобы мне принесли три подушки. Одну под голову положила, другую под колени, вот для кровотока. Я знала, что у меня будет кровоток. А третью на живот, чтобы быстрее было заживление после операции. Мне же вынимали все кишки, потому что я разрезана от груди до лобка. Вот. Как бы весь живот. А извините сразу, а что вам удалили? То есть какие части? Кишечника или... Удалили полностью желудок и сказали об этом, что ничего не оставили. И лимфатические узлы, где были метастазы. Потому что они сказали, что если бы хоть каплику они оставят, то я очень быстро умру. Вот. И поэтому удалили все возможное. Но меня после операции сказали, что успокоили там, что все очень чистенько, хорошо сделали. Вот. И я убеждена, просто убеждена, что благодаря микросферам, во-первых, чистенько удалось все сделать. Потому что неделю подготовка к операции, я, естественно, вся в микросферах в палате лежала. Ну, естественно, я как психотерапевт, артерапевт, я прощала всех, рисовала рисунки, писала письма. То есть я всю психологическую подготовку сделала. Но, к сожалению, мне не сделали повторную через неделю. Кишку я не глотала. Брач меня пожалел, сказал, махровый рак, не надо ее трогать. И я не увидела результата недели своей работы. Вот. И мне уже удалили. Но поскольку я неделю очень серьезно подготовилась к операции, операция просла блестяще. То есть я совершенно убеждена, что благодаря этому. То есть это прекрасная предоперационная подготовка человека. Потому что у моего брата, у него был обширный инфаркт. Он у меня кандидат физико-математических наук, закончил физмат, сейчас он уже доцент, там профессор, докторская. Вот. И он у меня такой человек, любитель жизни. Любитель выпить, покурить. В общем, такой радостный очень человек, разносторонний. И квенщик был, капитан команды и так далее. Очень одаренный человек. И у него обширный инфаркт. Значит, это было 17 лет назад. А 15 лет назад появились вот микросферы, да, у меня. И вот он два года сделал уже две операции, ему два стенда поставили. Потом он стал таким толстым. У него вырос огромный толстый такой живот твердый. Он постоянно нитроглицерин глотал. Находился в очень стрессовом состоянии, стал злой мой добрый брат, который стал невыносим по характеру. А поскольку у меня муж добрым стал после подушки, я думаю, дай подарю, чтобы жену его спасти. И я ему на день рождения 12 декабря дарю подушку. А ему третью операцию назначили на май. Он ждал квоты два года, чтобы денег нет, чтобы платить. И ждал этой квоты, и у него вот эта подушка была просто для сна. То есть он положит под голову. И поскольку он у меня физик, а мы с ним как два полушария. Я человек, закончила первое образование худограф, художник, а он такой вот оба полушарные физик, а не физики и лирики. И мы с ним всегда были в контрах. И, конечно, о микросферах он даже слышать не хотел, что я ему рассказывала. И я говорю, Олег, я тебе просто подарю, ты тупо спи. Я тебя прошу, больше ничего не надо мне. Ты мне дай слово. Он говорит, хорошо. И что вы думаете, мой критичный брат, он необыкновенный такой ум, критичный, звонит мне через два месяца и говорит, Света, я должен констатировать факт. Вот буквально говорю его словами. Я говорю, и что? Он говорит, а у него лысины не было. У меня явно стало два раза больше волос на голове. У меня подшерсток вырос. У меня, ты же знаешь, полиартрит рук. То есть проходило только он раз в год, ездил в Евпаторию, и там, значит, у него грязи, в грязях ему становилось легче. И ты знаешь, что я сплю, у меня привычка руки кладу под голову. Вот он так спит с детства. И никак иначе. И он говорит, у меня прошел полиартрит. Это прошло два месяца. У меня полностью руки, как будто после грязи, вот в этом, в Евпатории. Потом я говорю, слушай, как здорово. Но это мне в копилку моих примеров, потому что мне никто не рассказывал. Он говорит, у меня явно лучшее настроение стало. Я тебя благодарю за эту подушечку. Хороший сон, он говорит. Очень такой ровный, хороший, глубокий. Я говорю, ну, отлично. В мае его кладут. Я жду, мы все в ужасе, операция серьезная, потому что у него 10-сантиметровый участок в сердце, 8% проходимости. То есть это нужно там вырезать, да, из ноги ему там туда вставлять, вшивать. И он мне звонит и говорит, Свет, мне операцию не делают, отменили. Я говорю, что так плохо? Он говорит, да нет, так хорошо. Я говорю, а что хорошо? Он говорит, мне сказали, что мне свыше 85% чистые все сосуды. И в том числе этот участок. Сколько прошло времени от того момента, когда ему назначили вот эту третью операцию, до того момента, когда врачи обнаружили, что делать ее уже не нужно? Два года от инфаркта до... Две операции делали, стенды ставили, до третьей операции. Два года прошло. И полгода он пользовался подушкой. Вот, полгода, понятно. Но это изумительно, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот сколько времени прошло после вашей операции по раку? Значит, 9 лет. 9 лет. Каждый год я проверяюсь. Каждый год я глотаю кишку, делаю колоноскопию. Значит, меня делают УЗИ внутренних органов. Делают щитовидку, да? Ну, мозг, мама... Как это называется? Ну, понятно, грудь проверяют. Потому что после желудка обычно рак начинается груди, мочь половой системы. Вот. И поэтому за этим строго следят. Тем более, что у меня была миома в свое время. У меня гипотиреоз, да? Ну, понятно, что я такой претендент была на это дело. Вы знаете, что меня поразило? Что врачи, видя... То есть они видят, что происходит, да? Что у меня идеально. Что у меня были кисты 3,5-2,5 на почках. Они исчезли. Что у меня совершенно идеальной стала щитовидка. Что у меня миома исчезла, да? Никто 5 лет даже этим не интересовался. То есть вот они видят это и даже не спросят. При этом я не прохожу никакой терапии. Я не делала химиотерапии. Мне не выписали после операции ни одной таблеточки. Не дали ни одного совета. Вы понимаете, ЦКБ. Тебя просто выписывают. И дальше всё зависит от твоего духовного роста. Я, слава Богу, была психолог. И я маму вытащила из рака. Вы знаете, все смеются над Малаховым. А я свою маму вытащила по книгам Малахова. Вот. И моя мама прожила 20 с лишним лет. И когда её вскрыли, она была внутренне молодая. Так вот. Я это всё знала. И работала с ней на психологическом, эмоциональном и духовном уровне. Да, я хочу здесь подчеркнуть. Напомнить и сказать тем, кто не знает, что... Это очень важно надо было сказать вам. Я вот скажу. Что мама ведь ваша умерла не от какой-то болезни, а её сбила машина. Правильно? Сбила машина. И когда её вскрыли, она внутри оказалась молодая. И врачи дали ей 80-летней женщине. 50-60 лет, они сомневались. Внешне пожилая. А внутри они сказали, что они такого не видели. То есть он сказал, что сосуды и сердце в таком состоянии. Буквально он сказал, что она прожила бы 300 лет. Он не знал, какую сказать. Он говорит, я вообще такого не видел при вскрытии. А как долго она пользовалась изделением? Его лишь год. Год. Какими? Только подушка. Больше ничего. Она по телу гоняла подушку, когда смотрела телевизор. Она даже не спала на ней. Так вот, жизнь очень сложная. Об этом психологи хорошо знают и работают с этим. Так вот, микросферы это делают. Они помогают вам именно вот этот слой, который никто ничего о нём не знает. И я мало ещё что об этом знаю. Но он явно его разгребает. А одна история, она причём поразительная, потому что это неизлечимое заболевание. Рассеянный склероз. И я знаю, у меня была молодая моя подруга на иньязи училась. Вот вышла замуж, всё было нормально. У неё начался рассеянный склероз. Это медленно погибающий человек, с которым ничего сделать нельзя. Вот точно так же в офис ко мне пришёл молодой парень, лет 36, вот так. То же самое. Он не мог даже пуговицы расстегнуть. То есть он весь скован. Залезть не мог на кушетку. Господи, мне его так было жалко. Я говорю, ты знаешь, я не могу этого смотреть, что с тобой происходит. Давай мы так сделаем. Я тебе дам одеяло с собой. Ты будешь заворачиваться. Вот в него дай мне только слово, что ты будешь спать каждый день с этим. И когда смотришь телевизор, старайся накрыться. В общем, максимально покрой тело. Он купил подушку, и я ему отдала вот это одеяло такое. Там мет 60, мет 50 где-то. Вот. И всё. Ну и ждала результатов. Мы договорились, что где-то через месяц-полтора он ко мне приедет. Он исчез. Исчез вместе с одеялом, который очень большую сумму стоит. Ну думаю, ладно. У меня таких случаев было много. Но моя миссия как бы помогать людям. Поэтому ничего страшного для меня. Но самое главное, я не знала результата. И что вы думаете? Значит, он мне звонит где-то года через два. Звонит человек. Я по голосу-то не знаю. Я же его всего один раз видела. И говорит, Светлана, мне так нужна твоя помощь. У девочки рак груди начался. Мне нужно, чтобы она пришла к тебе. Чтобы вот ты ей помогла. Вот. Я говорю, а кто вы? И какой девушке? Он говорит, ну помнишь Саша, у которого рассеянный склероз? Я говорю, ах, Саша, а где мой матрасик? Он, ну ладно, ладно, принесу. Я говорю, а как твое заболевание? А он говорит, подожди, я выйду из Кубрика. А я же знаю, что мой муж моряк. Я знаю, что Кубрик – это море. Он выходит из Кубрика. Я говорю, послушай, Александр, из Кубрика ты что, на отдыхе где-то? Он говорит, нет, нет, я работаю моряком. Я вышел, чтобы никто не слышал о моем заболевании. Я говорю, а что, у тебя его нет? Он говорит, нет, все прошло. То есть он, а моряк – это очень вредная форма труда. Это на 10 лет раньше уходят на пенсию. Люди после такой специальности. Там разрушается, можно сказать, нервная система. Да, от этой вибрации и от экранированного пространства. Мой муж – это моряк, и я это знаю. В Америке даже людей, проплававших, проходящих в море, ходящих в море дольше 4 лет, в суде не принимают их свидетельства. То есть это считается неадекватные люди. Вот, представьте, что с таким заболеванием он пошел так трудиться. Ну, надо сказать, матраса я до сих пор не вижу. Но при этом Всевышний его не наказал, значит, я сильный должник его, пока армия видно. Во всяком случае, человеку вот таким серьезным заболеванием это помогло. Это еще один случай. Еще один потрясающий случай был, я самое тяжелое рассказываю, это я только начала распространять. Так вот, буквально первый месяц приходят две сестры и рассказывают следующую историю. А мне потом рассказали, что они сетевики и очень критичные. И говорят, Света, чтобы услышать такую историю от сетевиков, ты знаешь, это высший балл тебе нужно ставить на твой продукт, который есть. Они пришли и говорят, обе пришли, не одна сестра, обе пришли вместе. И рассказывают потрясающую историю. Они говорят, у нас два года парализованный папа после инсульта. Два года лежит. У него начались пролежни очень сильные. И они уже не знали, что делать. Они подежурили по очереди, с ним жили, потому что он нуждался в постоянной помощи. А я как раз рассказывала, что абсолютно исключает пролежни. И они купили, тогда еще не было матрасов, они купили подушки и сделали такие карманы в пододеяльнике, да, и туда подушки заложили. То есть сделали такой высокий из вот этих подушек матрас папе. И что вы думаете, потом они вот приходят и рассказывают, что папе стало легче. Пролежни полностью зажили. Он стал очень хорошо себя чувствовать, повеселел. И они попросили его, папа, можно мы вдвоем на день рождения к подруге пойдем? Ты хорошо себя чувствуешь? Ночь поспишь, а утром мы уже к тебе придем. Он говорит, хорошо. Они ушли. Утром приходят, открывают дверь, папы нет. Кровать пустая. Они по соседям. Соседей нет. Они не могут понять, увезли, куда его увезли. Что с ним вообще случилось? Что вообще произошло? Почему его нет в кровати? Два года лежащего парализованного человека. Мы, говорит, сидим, пьем валерьянку, не знаем, куда звонить, что вообще искать. Открывается дверь, заходит папа и говорит, вас не дождешься, пошел за хлебом. Вы можете себе представить такую историю? Это просто ни с чем не сравнимое. Я на всю жизнь ее запомнила. Вторая история, которую рассказала подруга тоже. Это самое начало истории. Что ее подруга должна была делать операцию. У нее черный был палец на ноге гангрена. И она вот буквально должна была там завтра пойти на операцию. Она пришла к ней в гости, чтобы перед операцией ее поддержать. И принесла подушку. И пока не пили чай, она говорит, положи ногу на подушку, потому что Светлана говорит, что обезболивает. Вот, как бы тебе будет легче. Ну, они долго болтали, говорит, часа полтора мы сидели, пили чай, разговаривали. Ну, и потом мне уходить, и я говорю, ну, давай подушку. А она босиком на подушке, нога голая. Они смотрят, розовый палец и только небольшой черный ободок по краю. За полтора часа. Ну, это что-то какое-то просто, прям не верится даже. Ну, как это? Ну, это фантастика. Ну, это, вы полагаете, это так и было? Еще фантастический случай, который был в Херсоне. Я эту женщину, потом я ехала в Николаев из Херсона. И вот сейчас происходит там событие, я столько людей там видела, массу людей. Я вообще, я так переживаю. Звоню им, вот, они все ждут, когда мы их освободим. Вы знаете, они вот все это терпят, а ждут, когда мы освободим их от фашистов. Вот, так что пропаганда украинская неправда. Так вот, значит, я еду с ней в Николаев. Она говорит, я сейчас не буду ничего рассказать, я вам расскажу там, на публике. Ну, да, уже пенсионерка была, а это ее мама. Маме уже было за 90. Она купила эту вот подушечку и только услышала историю. Ну, знаете, как все купят, потому что я рассказала потрясающе, но потом начинают сомневаться. В общем, мы как бы, она особенно еще и не начала ей пользоваться. Ни мама, ни она. Ну, там лежала, может, несколько дней. И тут маму хватает инсульт. Ее поражает, поражают правую часть тела. Перекашивается лицо, вываливается язык. Значит, рука-нога вот так вот ходуном там ходит. Они вызывают скорую помощь, она и сын. Скорая помощь возится с ней очень долго. Говорят, ну, мы ничего сделать не можем. Она умрет, просто, ну, смиритесь с этим. А внук так любил бабушку, и он не мог смириться. Он говорит, я вызову вторую, я не верю. Он вызвал вторую скорую помощь. Вторая скорая помощь возилась с ней очень долго. И опять сказали, утром вызывайте врача, она умрет. Вот. И вдруг она вспоминает об этой подушке. И внук начинает этой подушкой вот по пять минут по каждому участку тела, я говорила. Вот спереди и сзади старайтесь вот по пять минут держать сверху донизу ноги, голова. Ноги, голова, когда, значит, вот такие сеансы делать, чтобы привык организм, каждый участок дать кровотоку. Не ждать пока с головы, как у моего брата, да, это произошло, но помогите организму побыстрее, потому что у нас ноги прежде всего сдают. Вот. Поэтому очень важно ноги тоже пройтись. И он начал это делать. И она говорит, что мы час, наверное, это делали, полтора, долго, устали очень сильно. И положили подушку ей под голову и пошли пить чай. Попили чай, побеседовали, заходят в комнату, а бабушка сидит на кровати и застегивает пуговицы. Вообще, конечно, это же просто. Утром приезжает врач, утром приезжает врач, ее констатировать. А врачи, ну, терапевты, они знают семью, как свою семью, да? Вот, это один и тот же врач. И она аж села у порога, потому что бабушка сидела на кухне за столом и кушала жареную картошку. Вот, что делать. То есть гематомы не только внешне, это я на себе видела, синяк проходит. А гематому внутри полностью, если свежее, то вот такой эффект в течение часа. Вы понимаете? Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну, просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Я хотел бы уточнить. Значит, я правильно понял, что, ну, конечно, у кого есть возможности. Идеальный вариант. Это, конечно, капсула вот эта универсальная. Потому что весь организм, потому что весь организм под воздействие данные сразу подпадает. Это идеальный вариант. Второе. Ну, подушку, само собой. То есть, иметь надо. Соответственно, тапочки имеет смысл. Особенно у кого есть проблема с, как говорится, нижней частью конечностей. Да, то есть, тогда это понятно. Тем более, грибок. Ну, тут вопросов нет. Там, что касается маски для сна. Ну, это потому что удобно. Действительно, особенно у кого с глазами проблема. А вот что касается вообще. У кого то там болит, то здесь. То универсальная повязка подойдет вполне. Тем более, что действительно, вот по схеме видно, что она вяжется и фиксируется на любые практически участки тела. Это спина, это, так сказать, тазобедренные суставы и прочее, и прочее. Ну, и, пожалуй, это, наверное, все. Зачем что-то еще, в принципе. Согласны? Ничего. Да, согласна, да. Теперь с застаревшими инсультами. Это у меня масса случаев, масса. Но расскажу о моем любимом Владимире. Когда он ко мне пришел, ему было 66 лет. Вернее, его завели. Его завел шофер, потому что он не мог сам водить машину. Он очень плохо себя чувствовал. Постоянно у него такое головокружение. Вот так вот плечо одно выше другого. Такой интеллигентный бизнесмен в прошлом. Такой успешный человек. Неуверенный. Еле вот заходящий. Глаза вот такие расстроенные домиком. Вот. Я его диагностирую. Диагностика показывает 50%. Для его возраста 66 лет. Тогда это было лет 10 назад. Вот. Все прекрасно. Я говорю, послушайте. У вас, говорю, нормально, поэтому я сразу сделаю сильную процедуру. Долгую. Вы не переживайте. Я сейчас по делам отойду. Приеду и мы с вами поговорим. Что вы думаете? Я подъезжаю к офису, а его шофер выводит. Буквально под руки. Еле живого. Я, слава богу, я встретилась. Я, значит, говорю, вы куда? Он, Света, мне так плохо. Вот точно так же, как перед инсультом. Все, все. Меня домой, домой. Я говорю, назад. Вот. Я говорю, я раскладываю у меня диван. Значит, раскладываю его, кладу его на диван. И говорю, лежите. Спокойно полежите час после процедуры. Он, Света, я не могу, у меня сейчас инсульт хватит. Я говорю, ничего у вас не хватит. У вас было 50%. Я знаю, в каком мы состоянии. Он мне доверяет, потому что от безысходности страх дикий. Через час. Да. Когда его мои работники протестировали, с 50% у него упало на 10. С 50% на 10. То есть состояние обострения. Понимаете? Вот. Когда я его подняла через час после процедуры, дала ему попить водички, посадила и диагностирую его. У него 83%. Это я вижу вот постоянно эти истории, что обострение сразу дает. А потом вот такой мощный пролонгированный эффект. Вот. Мы стали с ним друзья. Он такой был неуверенный, что он даже попросил психологической помощи. То есть я там как психолог с ним работала, потому что, ну вы представьте, он уже столько времени ходит, его водят. Человек, который уверенный в себе мужчина был, да? Бизнесмен. Это страшно для мужчины. Он, увидев этот эффект, он купил большую подушку 50 на 70. Он купил жилет, позвоночник весь. Он купил тапочки, шапочку купил, да? Вот. И я говорю, будешь ко мне приезжать постоянно, я буду диагностировать, делать сеансы. Будешь приезжать и дома будешь вот этим пользоваться. И единственное, что у него вот перекошенный был позвоночник, вот такой, явно, что ему надо было править шею. Вот. Я говорю, что вот так вот всю жизнь ходишь? Он, да, я говорю, остеопат. Я его послала к остеопату. А сейчас он уже у Бубновского там вовсю качается и так далее. А прошло 10 лет. Ему было 66, сейчас ему 76. Надо сказать, что жена его, она, ну, жила одна, он с ней очень дружил, дети, ну, как бы так получилось, все они нормально были. Так вот, он пользовался микросферами. Жена его уже умерла от инсульта. Он жив по сей день. Ходит к Бубновскому, занимается. И они великолепно со своей вот женой теперь, бывшей любовницей, они живут. Оба здоровы и прекрасно себя чувствуют. Оба, естественно, пользуются вовсю микросферами. Вот. Да, у него выправился после остеопата еще и позвоночник. То есть это добавочная помощь, чтобы кровоток шел хорошо к организму. Мало того, что идеальные сосуды стали, но надо и позвоночник тоже править. Следующая история. История, связанная с ампутацией тоже ноги. Звонит мне мужчина из Москвы, у которого маме ампутировали стопу. И он звонит и помощь просит. Я уже в таких случаях садилась на машину и ехала с диагностикой прямо к человеку. Я практиковала такое, чтобы непосредственно увидеть, когда такие. Она говорит, он говорит, у нее пролежни, нога не заживает, сочится, я не знаю, что делать. А парень такой, победитель России по борьбе, по каким-то видам борьбы, какой-то китайской. Вот. Вот такой любящий маму необыкновенно. Нанял ей женщину, которая за ней ухаживала. Я прихожу, у нее культя вот эта незаживающая, да. У нее, показала она ее пролежни, я не аж плохо стала, до кости в позвоночнике дыра. Вот. И она взяла вот на эту пролежню, значит, такой вот мешочек, чтобы одевать пояс на вот эту, где у нее пролежни дыра. Вот подушку она взяла, и все. И я походила где-то с, ну, где-то с месяц, и у меня как раз вот это падение в обморок и рак. Мне звонит через месяц, где-то через полтора ее сын. И говорит, Светлана, я тебя должен поблагодарить. А я говорю, а что с мамой? Он говорит, мама прекрасно себя чувствует. Культя зажила, пролежни зажила. Ей уже сделали этот, ну, как-то, ну, стопу, да. Вот. То есть у нее все хорошо. Вот вам еще один совершенно потрясающий случай. Да, у нее еще вдобавок очень болел желудок. Она мне жаловалась, что постоянный, там, сжога, постоянно плохо. Я говорю, знаете, вы, наверное, подсолнечным маслом пользуетесь, обычным, который в магазинах продается. Она говорит, да. Я говорю, не надо им пользоваться. Покупайте оливковое масло, там, льняное, хорошее масло. Не жалейте на это деньги. Вот. У вас это прекратится. Потому что микросферы, они начинают работать с желудочно-кишечным трактом, начинают его приодить в порядок. И у нее и это явление полностью закончилось. Значит, что было, люди должны понимать, что происходит с организмом. Он начинает в целом приходить в порядок, в целом. И поэтому эффект будет очень интересный в первую очередь, вот как с мозгом, потому что там жидкая консистенция, желудок и мочь в половую систему и кровь. То есть вот жидкости все в первую очередь приходят в порядок, потому что они считывают информацию, а пропорции вот этих шариков имеют пропорции золотого сечения. Потому что это естественный эффект. Эффект какой? Взорвалилось стекло, а при взрыве это процесс природный. Понимаете? Все, что делает природа, она все делает по законам золотого сечения. То же самое тут. Золотое сечение. А мы с вами жидкость. Так вот, жидкость в первую очередь начинает считывать это. Откуда я об этом узнала? Ну, у меня такой дар открылся, я беру информацию как бы. И я спросила, что же такое, откуда это вот необыкновенное чудо, что происходит с людьми. И мне пришло такое стихотворение. Тебе пою я оду подушки спасителя народа. Она попадает в ваш дом, и свет наполняет его. Свет где-то внутри у вас горит еле-еле сейчас. Но луч его в ней отразится, и к вам опять возвратится. Вы вспомните свой идеал, и свет его вас обласкал. Пусть это стекло и каменья, но в них золотое сечение. Структуру свою сохранит, немного на солнце лежит, Опять в руки к вам попадает, и свет вам снова возвращает. От самых глубин души достанет тот лучик земли, Отдаст ей все горе и беды, и небо примерит одеждой. Возьмите меня, говорит, и сердце навстречу летит. Вот пришло такое стихотворение, А я очень доверяю информации, которые мне приходят. И я впервые вот это слово золотое сечение начала говорить. А потом оказалось, когда на кафедре физики делали эксперимент, Это действительно так. То есть вот этот дополнительный эффект золотого сечения, И мы с вами жидкость. Вы понимаете, структурирование происходит. А коль происходит структурирование, Наш желудочно-кишечный тракт, Мало того, что плюсы все ушли, И наша пища, которую кишечник сжал, Она у нас прилипает к стенкам, которые минус заляжены. Она начинает течь, выходить. Вот, например, я уже хожу после каждой пищи в туалет, Потому что она у меня там не залипает нигде. То есть этого не может, как бы, теперь происходить. А когда в начале был желудок у меня, Когда был желудок, Что у меня произошло? Я такой мясник, любила жареная курица-гриль. Я прямо аж трясусь эту курицу съесть. И вдруг я иду, слышу запах, А меня тошнит. Вы понимаете? Тошнит. Меня тошнит, когда я вижу на прилавках Лежат пирожки жареные. Я помню это свое ощущение, Что я иду по вокзалу и думаю, Боже, это же невозможно есть на то, Что лежит на витрине. А лежит в тесте сосиска, Лежит курица кусок, Лежит жареный пирожок. Понимаете? Я смотрю на это, как на траву. Я, которая это ела с утра до вечера всю жизнь. Вот. И я подумала, Боже, я, наверное, заболела. То есть, ну что, конь меня тошнит на это, Что-то совсем, думаю, у меня плохо, Уже желудка. И что вы думаете? Приходит женщина, и не одна, И рассказывает, Света, Она что-то подташнивает на жареное. Я говорю, стоп! Это эффект микросфер. То есть, что они делают? Они останавливают... В нас живут жители. Микробы, глисты, бактерии, да? Грибы особенно. Они имеют свою частоту вибраций. Мы имеем, как люди, Свою частоту вибраций. Вот эту, как микросфера, Имея диаметр там от 15 до 300, 500 нанометров, да? Мы в этом диапазоне. Они же имеют свою вибрацию, Там ниже. И они живут в нас, А в нашем поле образуются такие пробои. Вот если по Кирлянну сделать, Там снимок, да? У нас пробои в больных местах. Естественно, эти жители там существуют, И вибрируют в своих вибрациях. Когда мы с вами, Это диагностика моя показывает, Начинаем пользоваться этими изделиями, Первое, что делают микросферы, Приходят люди, У них все в разрывах, Абсолютно поле. Я, может быть, в следующий раз Приготовлю эти фотографии, Вам покажу. Дыры, да? Вот они сеанс прошли. Тоненькой полоской, Но абсолютно заделанное Все поле человека. Понимаете? А потом это поле начинает расти. Так что происходит? Получается, что мы начинаем, Нам возвращается наша частота вибрации, И те жители, которые в нас живут, Они не могут жить в этой вибрации. То есть они прекращают размножаться, Их жизнь короткая, Прекращается их жизнь. И наш мозг уже руководят Не микробы, глисты, бактерии нашим мозгом, Которые заставляют есть то, Что они любят есть. А они начинают... Наш мозг оживает. Он начинает думать, Как вот кошка, Которая никогда не съест колбасу Из магазина, да? Вот. То есть он начинает думать, Как очищенное от них существо. Без эгрегора глистов, грибов и так далее. Вот откуда появляется Вот это интуитивное В пище В магазин придешь, Это не надо. А это есть. Вот микросферы этот процесс включают. А нам очень важно, Что мы едим. И я не столько была заинтересована тем, Что лечатся, Потому что я психолог, понимаете? Мне интересен именно рост человека духовный. Именно вот это. А на духовном росте Человек питание меняет, Прежде всего. Без этого, ну, никак, Никак не сдвинуться с места. Так вот, микросферы Медленно, с любовью. То есть, что такое свет? Это божественная любовь. Каждая наша клеточка светится Божественным этим светом, да? Он отражается. И мы на связи находимся. Я говорю, что это как алтарь. Понимаете? Потому что ко мне пришел священник. Это совсем недавно. Это было два года назад. В рясе ко мне заходит священник. Вот, во время пандемии. Вот. Я, значит, я говорю, А что вас привело? А он говорит, Да, я увидел рекламку вашу в церкви. А у меня покупала буквально машина И загружала монахиня одна из монастыря. Она приезжала и говорила, Света, у нас жизнь в монастыре Стала совершенно другой. Мы так легко встаем на молитву. Мы так легко служим. То есть, короче, мы тебе так благодарны. Она приезжала на машине в рясе, Загружала подушки И везла в монастырь. И она положила там рекламку. Вот мою. Это много лет назад было. Вот, лет 10 назад. И он вот полтора года назад Он ко мне приходит. Эта рекламка там еще до сих пор лежит. Вот. И он нашел меня и говорит, У меня родился ребенок, Там четвертый или какой, Уже много детей у него. Врачи его списали, Сказали, что у него нет двигательной активности. Никакой рефлексов. Вот. И он говорит, ну, что Богу угодно. Вот. Ну, понятно, это позиция, как бы, священника. И он говорит, вот, как бы, вот я прочитал, Может быть, ему будет легче. Я говорю, конечно. И он покупает 50 на 70 вот эту подушку. Я говорю, пусть ребенок на ней лежит. Приходит священник ко мне, такой веселый, И говорит, Светлана, у моего ребенка все функции нормальные. Все абсолютно вернулось. И он пришел покупать побольше. Он вырос, рост. А на 50 на 70 он пришел покупать метр 40 на 70. Ну, побольше подушечку. А потом уже он покупает и друзьям, там, жилеты, Чтобы служба легче шла. Вот. Ну, в общем, подрясу они одевают и на службу ходят. Вот такой удивительный случай именно с людьми, Которые на духовном очень высоком уровне, да, Но которые, естественно, люди, У них есть тоже кармические различные вещи, Которые вот дети, рождаясь, берут. Они же работают тоже с нами. Происходит обмен такой полями нашими. Вот. И вот ребенка в микросфере вот спасли. Причем человека, именно имеющий такой вот сан. Это еще один потрясающий случай. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео Со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил, В той или иной связи или не говорил, я оставлю. В описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть. На компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки. Все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео. Но рекомендую в той или иной связи. Вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею ввиду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Что ж, Светлана Валентиновна, я вас благодарю за данную встречу. Много интересных, важных историй. Служим. Благодарю. Всё, до новых встреч.